А вот и новый выпуск рубрики, посвященный безумным теориям из мира музыки. И думаю, вы заметили, что самая любимая тема сторонников подобных заговоров — хоронить живых и оживлять мертвецов. Два выпуска, четыре теории, три из них об этом. Егор Летов и Майкл Джексон живы, но вот Аврил Лавин давно погибла, уступив место двойнику. Возможно, кто-то из вас скажет — глупость, но многие ответят — а почему? Если у сэра Пола Маккартни получилось, то чем она хуже? Да, если вы не знали, сэр Пол Маккартни на самом деле давно погиб, Мадонна жрет детей, чтобы не погибнуть, а Тупак — всего лишь пустышка, с которой мы и начнем. Приятного просмотра! Как я сказал только что, существует теория, согласно которой легендарный рэпер Тупак Шакур, оказавший колоссальное влияние не только на индустрию, но и на общество в целом, не более чем актер, прекрасно исполнивший свою роль. Не буду врать, меня это даже немного задело, ибо я и сам перелопатил про него немало всякого во время работы над тем самым роликом. И уж в чем-в чем, но в его, так называемой, трушности, сомнений у меня не было вообще. Однако, как выяснилось, есть целый пласт людей, убежденных в том, что все его слова, сказанные на интервью, все его тексты, записанные в микрофон — это не более чем коварный план продюсеров и писавших ему все то, о чем он так разрывался. Гляньте, ад существует и на земле. Люди заживо сгорают. И как это назвать, если не адом? Понимаете, о чем я говорю? Все это происходит прямо здесь. Что вы хотите там увидеть, чего нет здесь? А рай? Так он тоже здесь. Гляньте, мы мирно сидим, и над нами чистое небо. Разве мы не в раю? Нужно уметь это ценить. А знаете, что именно лежит в основе всего этого? Его актерское прошлое. Да, если вдруг кто не знал, Тупак, прежде чем полностью посвятить себя рэпу, борьбе с социальным неравенством и вот этому вот всему, о чем он так хорошо притворялся, начал свой путь с театральных постановок. И ушлые продюсеры его заметили и такие, о, актер, читающий рэп, ща мы всех обманем. И по всей видимости им удалось. Это ведь так просто, верно? Ну, наебать слушателей, годами наебывать друзей и знакомых, водить вокруг пальца братков, которые в любой момент могут тебя пристрелить. Ну, легкотня. У чувака была своя банда, они участвовали в войне побережий, они шли за ним, это ж надо так круто сыграть. И ладно, там какой-то Эминем его боготворивший. Ладно, его близкий кореш Снуп Дог, прекрасно его знавший. Даже невероятно прозорливый Доктор Дре, один из величайших продюсеров всех времен, Лошарой оказался, так и не сумев разглядеть правду, в отличие от Дяди Джаи и Чипинкоса. Первый вопрос, правда, что ты считаешь, что Тупак Шикур не настоящий родитель? Да, правда. Потому что это сделанный артист. Вот сейчас важно. Нет, я не ссылаюсь на них, как на авторитетный источник. Почитайте, многие действительно убеждены в том, что Тупак был тупо коммерческим проектом. А этот отрывок я решил показать вам не столько из-за них, сколько из-за него. Что ни говори, а Баста, несмотря на его противоречивую репутацию в некоторых моментах, в рэпе так-то величина. Нравится вам это или нет? У него огромная аудитория. И я допускаю, что среди его зрителей, слэш-слушателей, есть те, кто имеет поверхностное представление о том, кто такой этот наш Трупак Шампур. Но разбираться в вопросе никогда не пойдет. Поэтому я хочу показать вам то, что меня очень удивило. А именно поддакивание Василия, причем откровенно не саркастичное. Он не жил той жизнью, о которой он пел. Артист и актер. Он перепевал слова своего продюсера, что ему диктовали, он то и пел. Это сделанный проект. Но Турис Биайджи нет. Тот жил так. А Тупак Шакур никогда в жизни. Это правда, он был, правда, актером. Он занимался в театральной студии. Он был, правда, очень красноречивый, симпатичный. Он как проект был супер. Да... Ну, прости, мужик. Ну, а если вы тоже хотите стать настолько прохаванным продюсером, как те, что сделали Тупака, у компании Skillbox есть подходящий курс музыкального продюсера. Практически каждый мировой хит или же знаковый альбом кем-то доконтролировался. Доктор Дре и Эминем, Куинси Джонс и Джексон, Боб Рок и Металлика, Рик Рубин и все. Вы можете пойти по их стопам уже сейчас. Вас научат работать с программой Ableton Live, одной из самых ходовых. Вы освоите музыкальную теорию, написание трека в разных жанрах, а также начнете базово сводить и мастерить. Вас научат реализовывать идеи как в одного, так и с командой. И речь не только о создании, но и о дальнейшем распространении, а без этого никуда. Любишь тишину и покой? Занимайся. Любишь общение? Становись частью комьюнити, где можно будет пообщаться и с начинающими, и с теми, кто уже чего-то достиг на поприще. Программа доступна как в онлайн формате, так и с практикой в партнерских студиях. All4DJ в Москве и 1961 Академия Звука в Санкт-Петербурге. Итоговое задание – спродюсировать трек вместе с другими артистами. А спикерами выступят такие топовые продюсеры, как Рома Капелла, Рома Бестселлер, Артём Шумна, BMB Space Kid и многие другие. А они работали с такими ребятами, как Федук, Марку, Иван Дорн, Эсте, Артики Асти, Доктор Дре и Вутан Клан. После завершения обучения доступ к курсу, а соответственно и ко всей информации, останется с вами навсегда. Год английского в бонус, полезно если решите идти на международный рынок. И второй курс в подарок, не говоря уже о том, что лучшие студенты получат грант на продвижение своего релиза. Беспроцентная рассрочка и первые полгода бесплатно станут приятным бонусом и страховкой от непредвиденных ситуаций. Но и это ещё не всё! Своевременно, если вы вдруг передумаете, то в течение месяца курс можно будет поменять на любой другой без доплаты. А по промокоду RESONANCE1 для моих подписчиков на курс скидка в 60%. Кликай по ссылке в описании или сканируй QR-код и вперёд в мечте! Справедливости ради, в этой истории замешано огромное количество музыкантов, актёров, политиков, но мы остановимся именно на Мадонне. И вы дальше поймёте, что не просто так. А название всему безумству – Пицца Гейт. Я хочу пиццы. Постараюсь тезисно. В 2016 году, когда в Америке началась президентская гонка, в рамках которой главная борьба развернулась между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, по совершенно случайному стечению обстоятельств о госпоже Клинтон, как и о её последователях, массово начали появляться ужасные статьи, дескать, пиццерия Комет Пинк Понк готовит специально для них то, чего нет в обычном меню – адринохром. Почти все статьи, используя разные формулировки, гласили одно и то же – эти люди – педофилы и каннибалы, поскольку употребление данного вещества способствует поддержанию вечной молодости. К слову, помимо той же Мадонны, обвиняли ещё и Тома Хэнкса, Джонни Деппа и много кого ещё. Но, позвольте я всё-таки проясню, почему именно Мадонна. Как вы помните, я начал разговор с упоминания президентской гонки, а она пообещала… отсосать каждому мужику, проголосовавшему за Хиллари. Я тут пока монтировал, нашёл кое-какие пруфы, так что руки на ствол, на стол, да, на стол. Охренеть! Как думаете, тянет на… пересматривают чаще всего? Ну, лучшего байта и придумать нельзя. Очевидно, что заядлая феминистка, больше всех поддерживавшая Клинтон, стала идеальным символом для популяризации этой теории. Сейчас уже страсти поутихли, а пиццерию пришлось закрыть из-за массовой травли. Но люди всё ещё спорят. И понятное дело, что не беспочвенно. Миллиардер Брайан Джонсон, другой Брайан Джонсон, тратит огромные деньги, чтобы выглядеть как подросток, вплоть до вливания в себя крови собственного сына. Поэтому неудивительно, что многие верят. Сука, многие верят, что Джимми Хендрикс продал душу дьяволу, чтобы люди его слушали. О чём речь? Но… Ну, согласитесь. Массовое распространение столь ужасного срыва покровов с ужасной Хиллари Клинтон и всех, кто её поддерживал, именно в период выборов выглядит, ну, как минимум, немного странно. А журнал Rolling Stone, наш любимый, так-то авторитетное издание, как ни крути, позже выпустит громкую статью под названием «Анатомия скандала с фейковыми новостями», где, помимо всего прочего, упоминались и обыски, ничего так и не выявившие. А за окном херачит дождь, и я очень надеюсь, что вам не слышно. А на последующих, ребят, у нас классика. Сеанс некромантии. Сейчас будем оживлять мёртвых. Короче, с вашего позволения, я отрублю очевидный сарказм и просто озвучу, что да как. Началось всё в 1966 году, когда, как считают сторонники этой теории, Пол Маккарт не погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет. На тот момент, оглядываясь назад, группа находилась на экваторе своего пути, а если учесть, что они могли и не распасться, то в самом начале. Поэтому вновь ушлые продюсеры смекнули, что нельзя терять такую золотую жилу, и по-быстрому заменили одного Маккартни другим. Так сказать, произошла смена Пола до того, как это стало мейнстримом. Заменили его кем-то по имени Билли Ширс. Естественно, много кто считал это откровенным бредом, но не написать о таком тоже нельзя. Зачем пропадать рейтингом? Посему спустя три года информация о гибели Пола начала распространяться со скоростью лесного пожара. Никто до сих пор не может сказать со стопроцентной уверенностью, с чего именно всё началось, поскольку это было чем-то вроде городской легенды. Представителей самих Бетлов смущала наивность людей, мол, то есть, по-вашему, такой человек, как Пол Маккартни, может тупо исчезнуть без следа, не просто пропав без вести, а именно разбиться на машине. И ни полиция, ни врачи, ни работники морга, ни пресса об этом не прознают в течение трёх лет. А как быть с семьёй и друзьями? Ему всё-таки было 24 года. Если вас завтра подменят, вы уверены, что никто из ваших близких не заподозрит неладное? Ну и всё в таком духе. Но лично меня больше забавляют тайные послания. Например, обложка Эбби Роуд. Почему именно Пол идёт босиком? А потому что он мертвец. Зацените, у всех красные розы, а у него чёрная. А знаете почему? Потому что он мертвец. А кто-нибудь когда-нибудь видел, как Пол Маккартни пересказывает красную шапочку? Нет. Знаете почему? Мертвецы не рассказывают сказки. А это не просто цветы. Это аллюзия на погребальные венки. Да! Гитарист группы Джордж Харрисон сказал следующее. Люди начали видеть символы там, где хотели их увидеть. Мы просто не могли это остановить. А Пол Маккартни отнёсся к этому так. Мы постарались принять всё как есть и особо не переживали из-за этого. Но есть и другие версии насчёт данной легенды. Что самое главное для артиста? Внимание! Многие даже на хейт согласны, лишь бы не безразличие. А тут бац! Тема, которая всегда будет привлекать внимание и подогревать интерес. Так, рядом со статьями, потакающими версией со смертью Пола, начали появляться и другие, утверждающие, что битлы очень грамотно используют сию легенду как пиар, периодически раздразнивая фанатов, поталкивая их подольше, рассматривать обложки альбомов, фотки, всматриваться в концертные выступления и переслушивать треки, пытаясь найти тайные послания. Что, согласитесь, звучит куда более логично, нежели... Э, так, ребят, мы должны совершить практически невозможное. Беспалевно заменить публичного человека, чтобы потом, как конченые ебаклаки, специально начать полить контору всякими пасхалками, разоблачая самих себя. Как-то так. А у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok